Приветствую вас еще раз, дорогие братья и сестры. Мы, как и говорили, начинаем тему рассуждения о том, в какой духовной войне, битве мы с вами состоим. Сегодня будет видение, поэтому мы будем читать некоторые места из Библии, может быть, даже много мест из Библии. Я думаю, продолжим в следующий раз, и если возможно, в зависимости от того, что Павел запланировал, будем продолжать эти темы и дальше. Сегодня доступ к информации, он настолько свободный, что практически можно услышать все. Но не секрет, что наши, допустим, молодые люди, слушая определенные вещи, становятся сегодня атеистами и повально, что верующие из наших церквей уходят в иудаизм, уходят в язычество, уходят в мусульманство. Я слышал свидетельство о баптистской семье, которая приняла ислам. Почему? Потому что люди не осторожны с тем, что они слушают. У них хорошее побуждение. Они ищут духовной пищи. И где-то это, я думаю, оправдано. И сегодня я просто хотел бы положить основание всем этим рассуждениям, если у нас когда-нибудь будет диалог, может быть, по средам в будущем, чтобы мы могли и более подробно говорить обо всем этом. Мы должны быть осторожны. Прежде всего, мы должны знать, насколько то, что мы слушаем, соответствует Писанию. Это будет, наверное, мой основной пункт. Мы затронем, может быть, только одну мысль в духовной войне, потому что существует два противоположных мнения, и мы будем рассуждать о них. Мнение о том, что возрожденный христианин может быть одержим, и мнение, что возрожденный христианин не может быть одержим. И те, и другие, как будто бы, основываются на Писании. Я бы хотел с вами посмотреть, не претендуя ни на что абсолютно, но посмотреть, что тексты говорят, и позволить текстам или Слову Божьему говорить за себя, насколько это вообще возможно. Потому что люди говорят очень много, но нужно просеивать все. У нас есть стандарт для практики, стандарт для веры. У нас есть эталон, и это Слово Божье. И некоторые манипуляции, которые используют люди, я бы хотел вам сегодня их открыть, что, по крайней мере, когда вы слушаете что-то на интернете, у вас сразу же, вот, если можно сказать, красная лампочка загорелась. О, это, скорее всего, манипуляция Словом Божьим. Надо проверить, как там точно написано. Потому что, если мы просто доверяем людям, которых мы слышим, никогда не знали их, не знаем их ни личной жизни, ни, в принципе, философии, ни методов интерпретации Писания, нас, если мы не утверждены, очень легко ввести в заблуждение. Очень легко. В одной церкви, я говорю, ко мне подошли, сказали, человек ушел в язычество. Мои друзья, говорят, их дети стали агностиками. После чего? Это определенный путь. Он не сразу, человек не сразу становится таким. Поэтому я не хочу лично никого критиковать, кто что делает на интернете, кто кому какие проповеди посылает. Я просто хочу вас просить. Будьте осторожны. Потому что очень много лжеучителей, лжепророков, лжехристов, если так можно сказать, появилось. И Дух, как говорит нам апостол Павел, ясно говорит, что придет отступление, придут учители, уча учением бесовским. То есть это написано. Если мы не живем в последнее время, то когда это должно прийти, если не сейчас? Есть пагубные лжеучения, есть непагубные. Где-то люди понимают некоторые вещи иначе, чем мы. Здесь нет ничего страшного. Мы видим, что и апостолы определенные вещи, им нужно было встречаться, договариваться. И тогда они приходили к какому-то единому мнению. Но есть вещи, которые пагубны. Свои суть они пагубны. Практика небиблейская, выход небиблейский. И тогда мы видим, человек практически живет небиблейской жизнью, то есть без основания Слова Божьего. Итак, если человек может заставить Библию говорить то, что ему хочется, то она не может направлять его, учить его, обличать его, вести его. Она является лишь оружием в его руках, чтобы доказать собственные убеждения. Если я могу заставить Писание говорить то, что мне хочется, то я не позволяю Слову Бога говорить ко мне. Я свои собственные идеи стараюсь как-то Словом Божьим оправдать. И это метод экзегетики или толкования Библии, который используют очень-очень многие. Поэтому нам нужно быть осторожными. Кого можно обольстить, дорогие мои, обольстить можно прежде всего человека, который не утвержден в истине. Покажи вам копиру, допустим, фальшивого доллара, но вы не поймете, что это фальшивый доллар. Почему? Потому что вы оригинал не изучали. Кто-то поймет, кто изучал оригинал очень хорошо и знает все черточки, все штампы, все, что должно быть. А кто-то не поймет. И он примет фальшивку за истину, потому что настолько похоже. То же самое, если человек не утвержден в Писании. Он будет колебаться, как только он услышит новую мысль и новую проповедь. Он сразу же колеблется. О, у меня в жизни это тоже было. Надо попробовать это. Дорогие мои, будьте благоразумнее просто. Сядьте и начните это изучать на основании Писания. Так ли это или нет. Второе Тимофея 2,15 написано. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, то есть морально чистым, верно преподающим Слово истины. Это, с одной стороны, ответственность каждого человека, который выходит сюда вперед, но и не только сюда вперед, который вообще учит других людей. То есть он должен верно преподавать Слово истины. Есть определенные параметры, за которые ты не можешь или не должен заходить или выходить. Иначе будет опасность. Слово Бога имеет авторитет. И нам необходимо определять истинное значение Слова, а не просто подтверждение своим идеям. Итак, основание нашей веры, основание нашей практики должно быть Слово Бога. Второе Тимофея 3,16 написано. Все Писание Бога духновенно. То есть Бог вложил свой Дух в Писание, которое мы имеем. Именно поэтому оно полезно для научения, обличения, исправления и наставления в праведности. То есть у нас нет другого эталона, на котором или которому нам нужно прибегать и приходить и все, что мы слышим в практике и в теории сравнивать. У нас единственный эталон богодухновенность Писания. Вот оно. Все оно богодухновенно. Апостол Петр, когда говорил о посланиях апостола Павла, он называл их Писанием, то есть Божьим Словом. Говоря, что некоторые люди, они невежды, не утвержденные к собственной своей погибли, превращают, то есть извращают Писание, которое пишет в данный момент апостол Павел. 1 Коринфянам 11 главе 23 стихом написано, Павел говорит, «Я от самого Господа принял то, что и вам передал. Не я говорю, но Господь». Никто, кроме пророка Ветхого Завета и апостолов Нового Завета, не имеет этого авторитета. Это богодухновенность, это закрытый канон, сюда Бог вложил свой дух. И нам нужно все, что мы слышим, подтверждать Писанием. Возвещаю вам, братья, Галатам 1 глава, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Поэтому, если кто-то, где-то, когда-то будет учить вас не тому Евангелию, который вы приняли от меня, с авторитетом слова Бога, апостол Павел говорит, да будет проклят. Сильные слова. То есть, сравните это с написанным словом Бога. Не бойтесь этого, потому что вы будете сравнивать то, что вы слышите с тем, что написано. Откровение 1.1. Это откровение Иисуса Христа. Это не Иоанн написал. Это откровение Иисуса Христа написано, которое Бог ему дал, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть скорей. И он показал, послав через ангела своего рабу своему Иоанну. Он дает рабу своему Иоанну, апостолу, вот это откровение. Поэтому мы приходим к Слову Божьему как к эталону, как к мерилу, к тому, что говорит сам Бог, как к оригиналу, с которым нужно все сравнивать. Поэтому Деяние 17.11 это хороший совет для всех нас, не только для тех, кто был тогда. Здешние вереи, люди, были благомысленнее феслоникистских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Дорогие мои, Бог не просто дал нам указание в Писании, вот мы прочитали первый псалом, да, он не просто так сказал, но в законе Господа воля человека, и о законе его размышляет он день и ночь. Человек пребывает в слове Бога постоянно, и только тогда он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Если он говорит Иисусу Навину, допустим, чтобы книга сия не отходила от уст твоих, он дальше говорит, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней сказано. И тогда ты будешь успешен во всех делах своих. Дорогие мои, вникай в себя, говорит апостол Павел Тимофею, и в учение занимайся всем по воскресеньям, и тогда ты спасешь себя и слушающих тебя. Вы понимаете? Постоянно. Человек, который не вникает в закон совершенный, не вникает в Слово Божье, и не укоренен на этом фундаменте Слова Божьего, дорогие мои, вы услышите Слово и проповедь, эмоционально заряженную, и вы поверите в это. Есть определенные правила интерпретации Писания. Они общие для всех деноминаций, независимо от того, откуда мы вышли, во что мы верим. И самое первое, это простые вопросы к тексту. Кто написал? Каковы намерения автора? Что контекст говорит? Прочитайте контекст, когда вам цитируют один стих какой-то. Каково буквальное значение этого текста? Что исторические получатели данного пророчества или слова могли понять? что другие тексты Библии говорят на эту тему? Как можно эту истину применить сегодня? Ведь самый первый принцип герменевтики это понимание Библии, толкование Библии, это Писание должно толковать Писание. Не мой опыт жизненный толкует Писание, не философия Платона она толкует Писание, а Писание толкует само себя. Поэтому вникай в учение, занимайся постоянно, чтобы точности исполнять, ты будешь успешен, ты сможешь различать фальшивку, не будешь вникать в Писание, будешь верить всякой лжи. Вот в чем проблема правильная интерпретация Библии дает защиту против недобросовестных манипуляций. Дорогие мои, Библии манипулировали всегда, во все времена разные люди. И нам элементарно нужно это знать, что Библии всегда манипулировали. И первый манипулятор это сам Сатана. Подлинно ли сказал Бог. Немножко не так процитировать, немножко извратить и достаточно. Вы скажете, о нет, меня, 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 меня не возьмешь таким. Не будьте так уверены, дорогие мои, если вам сегодня пригласить спикера, который пропагандирует однополые браки на основании Писания, потому что у нас в семинаре они были, вы бы начали сомневаться, говорю вам серьезно. Они настолько цитируют Писание, разбирают оригиналы Писания, что вы начинаете сомневаться. А когда вы послушаете спикера, который из Emerging Church, то есть из, не знаю, как на русский перевести это вообще, который отрицает существование ада, вы начнете сомневаться в аде. И он вам докажет на основании Писания, что ада нет. И нам нужно понимание Слова Божьего, нам нужно понимать, что им манипулируют и знать, как толковать Писание. Выходить за рамки того, что написано, вводит нас в область философии. И это очень важный момент. Мне как-то один профессор это сказал, когда я учился, я этого раньше вообще не понимал. Мы рассуждали, когда были молодыми, входили в какие-то дебри и спорили о чем-то. Он говорит, вы уже спорите о вещах, о которых Библия не говорит. Это выходит за рамки Писания. Это в области философии. Ну и что? Ну и Ну и что? Там, где заканчивается богословие, то есть интерпретация написанного слова, начинается философия, и человек окунается, знаете, во что? В грязное болото недобросовестных манипуляций. Вымысел человеческих фантазий ничем больше философии не ограничен, потому что нет границ, если мы вышли за рамки написанного. То, что я себе вообразил, если я сумею Слово Божие подстроить под это и буду проповедовать это, то я, конечно же, буду успешен. И это трагедия. Сегодня аморальность оправдывается. Сегодня многие грехи оправдываются Словом Божьим. Но нам нужно знать, если мы выходим за рамки написанного, мы вступили на территорию философского болота. Почитайте философию любого, любого философа. Текарта, Канта, все равно. И вы поймете, какая там муть. Лучше вернуться к Писанию и оставаться там. Это, братья, положил я к себе и к Аполосу ради вас, чтобы вы научились от нас, говорит апостол Павел, не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозноситься один перед другим. Мол, как будто бы я имею особую гносность, особое знание и откровение от Бога. Вот она написана, давайте мы останемся у написанного. И одним из таких недобросовестных методов толкования Писания является аллегоризация. Никогда ни один из апостолов не использовал аллегоризацию. Никогда. В Библии есть аллегории, да, но толкуя Писание, ни один апостол не использовал аллегоризацию. Это самый такой недобросовестный метод изучения Писания. Почему? Потому что там нет границ. На что твой вымысел готов и способен, ты будешь говорить. Один из самых известных аллегориков из отцов церкви это Реген, который впоследствии был оттучен от церкви за свои небиблейские теории о душе, о ее существовании до воплощения и так далее, и так далее. Но он говорил, что у Писания есть минимум три смысла. Это буквальный, это нравственный и моральный, и это аллегорический или духовно-мистический смысл. И, конечно же, предпочтение давалось вот этому глубокому духовно-мистическому смыслу. Несколько примеров аллегоризации. И я хочу просто, чтобы вы поняли, что это такое и сказали, может, вам это понравится, мы начнем это делать. Потому что новых идей будет всегда куча, но все они будут вымышленными. Ну, допустим, Матфея 21.7 Написано, «Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он, Иисус, сел поверх их». Толкование. Иисус въехал в Руссалим на двух заветах. На ветхом, это старая ослица, и на новом, это молодой осел. Псалтир 137.8.9. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих, а камень. Вавилон символ зла, символ бесовских сил. Так как Писание не может говорить о таком зверстве, то младенцы, которых нужно убивать, это мысли бесов, которые нужно разбивать о камень Иисуса Христа. И это подтверждается даже Писанием. Написано, что мы всякое помышление, мы подчиняем Иисусу Христу или пленяем в послушании Иисусу Христу. Еще одна легализация. Но спросите намерения автора, который писал 137-й Псалом, и пленников евреев, которые жили в Вавилоне, детей, которых зверско убили. И вы наверняка поймете, что это довольно-таки буквально нужно принять. Даже если нам трудно понимается текст, и мы не можем поверить, что Дух Святой допустил такой текст в Писании, нам нужно принять его. Очень интересное место написано «Источник твой да будет благословен». «И утешайся женой юности твоей, любезной ланью и прекрасной серною, груди ее да упоевает тебя во всякое время, любовью услаждайся постоянно». Бог не мог говорить об этом. Он не мог такой текст впустить в Писание, и сказать, что это богодухновенное Писание, тоже мы не можем согласиться. Поэтому речь идет о том, чтобы возлюбить чистое, словесное молоко, а не тело своей жены и возрасти от него во спасение. Им нужно наслаждаться. И когда речь идет о том, чтобы не наслаждаться грудями чужой, речь идет о том, чтобы не ходить в другие церкви, другие учения, потому что блудница это всегда связано с учением. Нравится вам это толкование? Давайте будем так толковать Писание. Нет проблем, но это ничего общего не имеет с тем, что Бог вложил туда. Когда я дал одному из моих знакомых Библию еще в Советском Союзе, он был еврей, он, наверное, первый человек, который наслаждался чтением Песни Песней, потому что в нашей церкви никто не мог это понять, как это такая книга появилась в Библии. Ее все толковали в нашей церкви. аллегориями. Не веря, что Дух Святой мог писать такое, а он это принял, как написано. Говорит, вау, одна из лучших книг в Библии. Итак, внимайтесь всему стаду себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь, Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И несколько примеров вам из мира животных, как лютые волки окружают свою жертву и как они ее убивают. И вы поверили, что лютые волки это демоны. Хотя апостол Павел конкретно говорит, из вас восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. И мы видим, что человек подтасовывает, манипулирует Писанием, но почему-то оно нам нравится. Видимо, потому, что мы никогда такого не слышали. Другой пример из Аввакума. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий, необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими усилениями, домами. Халдеи – это прообраз бесов. Как халдеи завоевали территориями, домами людей, которые им не принадлежали. Они были зверскими. Так и бесы делают сегодня, вторгаясь в тело человека. Прекрасная интерпретация, но ничего общего не имеет с историческим контекстом. Халдеи – это народ, живший в Вавилоне, да. Халдеи был очень жестокий, сильный народ. Он завоевал иудеи, мы знаем об этом, он увел в плен людей. Это самое элементарное, когда человек использует аллегоризацию или недобросовестную типологию. Мы должны включиться и сказать, подожди, давай я проверю, что там написано. и даже если я могу допустить, что Халдеев можно сравнить с бесами, то где этот мостик, что бесы входят в твое тело, где учения Писания, его нет, и мостика нет. Произвольное толкование, не основанное на Писании, и это трагедия. Дорогие мои, Библия предупреждает, говоря о пагубных ересях. Человек где-то в чем-то заблуждается, может, не так страшно, но есть пагубные ереси. Хайресис с греческого, с библейского понимания, это не только ложное учение, это разделение и на основании ложного учения. Этот человек, производящий разделение, на основании ложного учения. Интересно, что апостол Павел Галатом в пятой главе называет ересями дела плоти. А второе Петра 2.1 написано, были и лжепророки в народе, как и у вас, будут лжеучители псюдодидаскалос, ложный учитель, псевдоучитель, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, и сами на себя навлекут скорую погибель. Тита 3.9.10 написано, еретика, хайресикон, с греческого, то есть производящего разделения на основании учения, после первого и второго вразумления отвращайся, не сообщайся с ним больше, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Если ты его раз наставил, второй раз наставил, он не понимает или не принимает этого, не имей с ним больше общения. Поставь преграду, он совратит и тебя. Вот в чем вся проблема. Предупреждения о заблуждениях есть во всем Писании, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Интересно, везде предупреждения о лжеучениях связаны с моральной жизнью учителя, то есть с грехом. Бог, написано в одном месте, сам допускает заблуждений, как 2 Фессалоникийцам, 2 глава. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Возлюбившие неправду в подлинки можно перевести как наслаждавшиеся неправедностью или беззаконием. человек, когда живет во грехе, наслаждаясь грехом, то есть ложью, он начинает верить тоже лжи, которые люди ему преподносят. Луки 21 глава 8 стих Иисус сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим. Смотрите, гордыня человека, снова грех, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их, но десятки тысяч во всех странах мира идут и когда в Красноярской области к этому человеку, который объявил себя Иисусом, приехали наши верующие, говорили с другими людьми, которые признают Его Христом, они говорят, мы же к вам не идем, зачем вы приходите к нам переубеждать нас, оставьте нас в покое, мы хотим, чтобы это был наш Иисус, и все, так просто. Евсианам 4, глава 14, стих, он поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И очень важная мысль, смотрите, доколе все придем в единство веры, в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Нам нужно прийти в единство веры, основываясь на учении апостолов, пророков и учителей, прежде всего Нового Завета, дабы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков по хитрому искусству обольщения. Дорогие мои, хитрое искусство обольщения. Мне кажется, те некоторые проповеди, которые я прослушал, думая, есть чему научиться, по крайней мере, как манипулировать людьми, точно есть чему научиться. Мне понравилась очень одна мысль. Тоже используется, конечно же, аллегоре, когда проповедник говорит, что Бог запретил первым людям есть плод с дерева познания добра и зла. Вы помните это место, да? Или не помните? Он запретил им есть плод с дерева познания добра и зла. И после этого проповедник говорит, что дерево познания добра и зла это десятина. Почему это десятина? Потому что она неприкосновенна. Как это дерево было неприкосновенным, так и десятина неприкосновенна. И Бог сказал, десятина моя и то, что пережили первые люди, когда они покусились на то, что Божье, их изгнали из рая, то, дорогие мои, мне, конечно, не нужна ваша десятина, говорит он, не просто вас жаль. Что с вами будет? Потому что последствия Адама и Евы мы знаем. Они были изгнаны, все были прокляты. Если вы не вернете десятину в церковь, другими словами, горе вам. Но сказано настолько красиво, я когда слушал, просто улыбался, мне это понравилось, честно сказать, нам бы так. Ведь наши церкви там пять, может быть, десять процентов дают десятину, а остальные никто. Остальные дают кто знает что. Но так нельзя относиться к слову Божьем, даже если мы хотим больше пожертвования. Никто вас из рая не изгонит. И чем более без жадности не придет к вам жизнь и ваше тело. Можете быть уверены. Жертвовать нужно, но нельзя поддаваться таким манипуляциям. Апостол Павел говорит, в нашем учении 1 Фессалоникий 2 3 нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Поэтому говорит Тимофей, что злые люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. И снова моральный аспект жизни человека. Обманщики будут преуспевать во зле и они будут вводить в заблуждение и заблуждаться. Грех разделяет не только с Богом в духе, но и вводит в заблуждение на основании Писания. В каждом грехе есть ложь, и человек, живя во грехе, живет во лжи, и поэтому ему намного легче принять и другую ложь, которую он слышит. Итак, вы, возлюбленные 2 Петра 3, 17, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. И 1 Иоанна 4, 2 написано, Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так, всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он не есть от Бога, это Дух Антихриста. О чем идет речь, дорогие мои? Речь идет о том, что это воплотившееся Слово Божие. Если кто-то проповедует не то, что здесь написано, это Дух Антихриста, вот проблема в чем. И когда мы принимаем это, мы в опасности из одной лжи перейти в другую ложь и верить в то, что не является Словом Божиим. 1 Иоанна 4,6 «Мы от Бога», говорит апостол, он знал, кем он является, он знал свое призвание и посланничество, знающий Бога слушает нас. Ни один проповедник сегодня не может так сказать, почему, потому что у него нет власти и авторитета от Бога, так говорить. Но апостол Иоанн мог так сказать, кто не от Бога, тот не слушает нас, говорит он, то есть Писание не слушает, которое мы пишем. Посему узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Кто не слушает Писание, узнайте Духа заблуждения и Духа истины. Тимофей апостол Павел пишет 4,1 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая Духом обольстителям и учением бесовским». Интересно, что дальше написано, что через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести свой ясново моральный аспект. Они живут аморальной жизнью и учат учениям бесовским. И какие это учения? Запрещающие вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Скажите, что же здесь бесовского? Дорогие мои, что сегодня происходит с католической церковью, вам говорить не нужно. Нет страны, нет области, нет города, где не были бы тысячи и тысячи людей, которых изнасиловали католические священники. Если это не учение бесовское, то что тогда бесовское? И сегодня все сильнее и сильнее люди говорят, что священники должны жениться, чтобы это зло из церкви истребить. Мы понимаем, что это никогда не будет. Это исторически невозможно. Но это страшное зло. И мы сегодня, практически 20 поколений спустя, видим суть этого учения. Начиналось оно, может быть, да, хорошо. Нельзя предаваться каким-то похотям, нельзя то, треть, четвертое, нужно Богу только служить. А закончилось чем? Закончилось страшной аморальностью. И мы видим, что истина подменена, люди поверили в ложь и результат налицо. Поэтому Иисус тоже говорил священникам, говорил фарисеям, исследуйте Писание, говорил Он. Вы думаете через них иметь жизнь вечную, они обо мне свидетельствуют. Все Писания исследуйте их, исследуйте Писание, пребывайте в этом день и ночь. Это мерило, это стандарт. Итак, один только пункт конфликтующих мнений могут возрожденные быть одержимыми бесами или нет. Те, кто считает, что могут, они говорят, что во всех слабостях человека, или по крайней мере во многих слабостях человека, включая негативные эмоции, как страх, гнев, уныние, люди видят демона. Есть так называемый дух страха и боязни. Так ли это? Цитируются некоторые места священного Писания, как, допустим, 2 Тимофей 1.7, «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия». Или Римлянам 8.15, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым называем Авва Отче». Поскольку Библия говорит о духе страха, эти люди читают или так проповедуют, любое состояние страха должно быть вызвано злым духом. Или демоном страха. Дорогие мои, можно было бы говорить, конечно, об антропологии, о том, как человек создан Богом, и чисто даже не на основании Писания сказать, что это не так. Но посмотрим, что говорит Библия. Есть другие места Библии о страхе. пастухи, которые увидели ангела, написано про них следующее. «Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим». По толкованию людей, которые считают, что за страхом стоит бес, в момент того, что они увидели ангела, пришел без страха и вошел в их сердце. хорошее толкование. Захарий, увидев ангела, смутился и страх напал на него, когда он вошел во святое святых и так далее. Или он вошел там курение вознести. То же самое он видит ангела. И по толкованию этих людей в этот момент должен был значит и бес прийти. А что насчет Христа? Который взял с собой Петра, Якова и Анна начал ужасаться и тосковать. Это что было без ужаса и тоски, которые мучили Иисуса? И не дойдем ли мы до того безумия, что мы скажем «бес в тебе», как делали это фарисеи и саддукеи? Не найдем ли мы до богохульства, когда мы говорим возрожденному человеку, что в тебе «бес»? Это граничит с этим. И в этом это проблема. В этом учении серьезнейшая проблема. И нам нужно быть осторожными. изучение того же отрывка «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия» показывает, что он говорит также о духе силы, любви и целомудрии. Если люди интерпретируют страх как злой дух, нуждающийся в изгнании, чтобы быть последовательными, они должны были умолять трех хороших духов тоже войти в их сердце. Никто же это не делает. Страх это эмоция чисто человеческая. И все эмоции основываются на убеждениях. Убеждение невозможно изгнать. Вы можете кричать на свое собственное убеждение. Можете сами изгонять, можете пойти к служению освобождения от страха. Но он не уйдет. Потому что это ваше собственное убеждение. Убеждение невозможно изгнать через обновление ума, которым призывает нас писание. То есть обновиться духом ума вашего. Какого духа нам нужно принять, чтобы обновиться? Об этом даже речи там нет. Речь идет о том, чтобы наше мышление от лжи изменилось в сторону истины. чтобы мы приняли верою то, что Слово Божие нам говорит. И когда мы принимаем верою истину, мы избавляемся от эмоций, потому что негативная эмоция основана на лжи. Если люди этого не знают, они будут интерпретировать любое эмоциональное состояние как демоническое влияние. занимаясь ученичеством с людьми в унынии, страхе и депрессии и не достигая желаемых результатов, некоторые пришли к ложному заключению, что это без страха, без депрессии и его нужно изгнать и все. И они говорят, бесы не поддаются ученичеству. Правильно говорят, беса учить не нужно. Абсолютно верно. Его нужно изгонять, если он там. Но если это твое собственное убеждение, можешь изгонять хоть 10 лет, ничего не получится. Вот в чем проблема. Человек, переживший, к примеру, сексуальное насилие, посещая семинары о семье и о том, что Бог благословил интимные отношения, никогда не изменит отношение к этому. Почему? Потому что слышать информацию истинную и поменять свое мнение, приняв верою, то, что открыто в Писании, это не одно и то же. Тем более, когда весь твой опыт жизни говорит о противоположном. Не понимая элементарных принципов души попечительства, как то, что пережитые убеждения нельзя заменить теоретическим знанием истины. Люди пришли к ложному пониманию и стали обвинять бесовские силы, якобы вошедшие в тело человека в отсутствии роста. Он не растет, значит, в нем бес. Он не меняется, значит, в нем бес. И нужно изгнание. Да нет, не нужно никакого изгнания. И нет там никакого беса. И мы посмотрим в следующий раз, что в принципе в возрожденном человеке, если там живет Дух Божий, бес присутствовать не может. Не может. Мы увидим, когда бес может присутствовать, а когда он не может присутствовать. И как бы практика нам не говорила другое, мы увидим на основании Писания, что это невозможно. Но это в следующий раз. На самом деле слово Дух во многих случаях означает отношение или расположение. Давид говорил о сокрушенном Духе. Жертва Богу Дух сокрушенный. Соломон о смиренном Духе. Лучше смириться Духом с кротким, говорил он. Павел хотел прийти в Коринф не с жезлом, но с любовью, говоря, с чего вы хотите. С жезлом прийти к вам или с любовью и Духом кротости. Это не какая-то личность отдельная от тебя, это не какой-то Дух кротости, который ты берешь с собой и с ним идешь. Нет. Это отношение твое, это Дух Святой, который через тебя проявляется. Петр говорит об украшении сердца нетленным серебром и пишет, несокровенный сердце человек в нетленной красоте, это приемлемо и приятно Богу, кроткого и молчаливого Духа. Это драгоценно перед Богом. Таким образом, если контекст не показывает, что подразумевается конкретное, независимое, духовное существо, лучше всего интерпретировать выражение, как надменный Дух, Дух блуда, Дух страха, контроля, Дух ревности, гнева, либо делами плоти, либо наклонностью, либо расположением твоей греховной природы. Почему с этой интерпретацией есть проблемы, дорогие мои? Я вам назову несколько проблем с этой интерпретацией. Серьезной опасностью при рассмотрении всех этих греховных склонностей, как демонов, является то, что человек не может нести ответственность за свои действия и за свои чувства. Таким образом, необходимость в раскаянии, в изменении жизни человека устранена. На самом деле, Библия призывает людей покаяться в этих вещах, отложить прежний образ жизни, покориться Богу. Конфликт внутри нас не между Святым Духом и демоном, который как будто бы вошел к нам, но между Святым Духом и плотью нашей собственной. Поэтому Писание говорит, Дух противится не бесу, а плоти. А плоть противится Духу. Поэтому возрожденном христианине нету беса. Есть плоть. И все свои похождения на бесов взваливать, это просто нечестно. Хоть здесь нам нужно быть честными, да, они злые, но мы не менее злые. Да, они согрешили, упали, но и мы согрешили, упали. И человеческое сердце крайне испорчено. помыслы человеческие зло во всякое время. И нам нужно знать, что мы злые люди и не нужно обвинять постоянно бесов во всем, что мы творим сами. Если грех идентичен с духом зла и через жизнь по плоти демоны могут в любой момент войти в тело человека, то эта концепция разрушает полностью веру в суверенитет Бога. И об этом мы тоже будем говорить в следующий раз. Дорогие мои, если это настолько просто войти в тело человека, да еще и возрожденного христианина, в котором живет Дух Божий, то нам всем нужно быть страхи, потому что мы все согрешаем, говорит Писание. Нам всем нужно жить страхи, но лукавый не прикасается к возрожденному. Почему? Потому что лукавый ничего не делает, что Бог ему не разрешает делать. Мы искуплены. Кровь Христа умаляется. Искупление на кресте умаляется, если демон может ворваться в твое тело. Какими бы яркими красками не описывали это, но это ложь, полная ложь. Вот в чем проблема. Даже в истории Сиова мы видим конкретно Божий суверенитет. До сюда ты дойдешь и не дальше. Интересно, что в Тибете монахи и некоторые поклонники сатаны, они просят беса войти в свою жизнь, в свое тело. И говорят, насколько это трудно добиться того, чтобы наконец-то бес вошел в твое тело. Он даже не входит в тех, которые просят его, а здесь вы сделали что-то, испугались чего-то и без страха зашел к вам. Это не богословие Писания. Это мутное болото философии. Бог избавил нас от царства тьмы, написано от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного своего сына Колоссянам 1.13. Мы были рабами греха, сейчас мы рабы праведности. Мы свободны жить во Христе, мы оправданы во Христе. Но если верующий грешит, он делает это из-за греховной природы, а не из-за того, что попутал демон. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, говорит нам слово самого Творца. Это ты виновен в том, что ты творишь. Поэтому изгонять никого не нужно. Нужно подчиниться Богу и покаяться в этом беззаконии. Еще раз Иоанна 5.39 Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а не свидетельствуют о мне. Дорогие мои, исследуйте Писание, исследуйте Писание, исследуйте Писание, вникай в себя, вникай в учения, занимайся им постоянно, ибо только так поступай от и себя спасешь и слушающих тебя. Да не отходит книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что там написано, и тогда ты будешь успешен. Но в законе Господа, воле его, в законе его размышляет он день и ночь, тогда ты будешь как дерево, которое приносит плод свой во время свое. Вникни в стандарт Слово Божие и прими это как Слово Бога. И пойми, что когда человек выходит за рамки толкования Слова Бога и использует недобросовестные манипуляции, это очень опасно. Потому что такие люди заблуждаются и, к сожалению, вводят в заблуждение. И зачастую мы видим, что за всем этим стоит простая корость или какие-то другие нечистые побуждения. сохраняйся Бог от этого, чтобы мы все знали, читали, исследовали и не были младенцами, которые колеблются, услышав что-то новое, зная, что Писание толкует Писание, зная, что метод аллегорий, который используется сейчас, чтобы людей отвратить от истины, очень успешен. Идите к тексту, идите к контексту, спрашивайте, что автор имел в виду, что исторический читатель мог понять, о чем идет речь, что здесь написано, исследуйте Писание. Итак, занимаясь им постоянно, Бог нам говорит, ты себя спасешь и слушаешь их тебя. Пусть он нас благословит. Аминь.